Друзья, в эти непростые времена нам нужна ваша поддержка. Помочь антизомби в информационной борьбе против оккупанта можно по ссылке на донаты в описании. Всё будет Украина, друзья. На протяжении многих лет, отсматривая российскую пропаганду на оккупированных территориях Украины, у нас в то и дело создаётся впечатление, что путинские бояре заключили между собой пари. Простыми словами, просто поспорили, кто сильнее унизит местных холопов. Живём в сложные периоды, в сложное время, но это и время возможностей, поэтому давайте их использовать. Причём начинались подобные споры ещё во времена легендарных Захарченко и Плотницкого. Все ж помнят эти золотые времена, когда, избавившись от нахлебников из Евросоюза, ватная публика в Донецке и в Луганске с флагами встречала КАМАЗы с российской перловкой. Мы встречаем с благодарностью в сотый раз белые КАМАЗы, и сердце всё так же замирает от счастья. Для многих и сейчас гуманитарные наборы – заметное подспорье. Люди там реально дрались за гуманитарку, но по телевизору вместо того, чтобы признать печальную реальность, тот же Плотницкий обещал научить жизни Америку. Пройдёт не так много времени, и в связи с теми событиями, которые происходят в Евросоюзе и в Америке, они скоро приедут к нам, чтобы научиться, как им выживать все вместе. И мы научим. И смотрелись подобные речи не иначе, как пранки, глумления над своими. Не дай бог, приехали бы американцы, перловку пришлось бы на куда большее количество ртов делить. А Саня Захарченко в Донецке смотрел на это, завидовал и думал, как бы своих тоже красиво закошмарить. Благо, рядом были опытные помощники Прилепин и Казаков, которые мигом подсказывали, как. Обязательно, обязательно будем продавать везде, особенно в Турцию, в помидорах. Берегись, Турция! Сейчас вот в Донецке под речи Бенеса кулачком потрясут. Отечество в опасности, наша Родина в огне. А потом завалят не только Турцию, но и весь мир помидорами. И мы смотрели на все это и думали, ну вы себя для начала хоть чем-то, кроме глупых обещаний, завалите. Это правда. Но время шло, гауляйтеры менялись, а информационная политика в ДНР и ЛНР оставалась на том же космическом уровне. Поэтому лично мы вот вообще не удивились, когда на фоне закрытия шахт или ноющих без денег упал членцев. Моё командование ни разу за это время не выплатило мне заработную плату. Хотя меня никто не списывал. Всех неравнодушных просьба помочь, если есть такова возможность. Кто, чем может, подцепить это, не оставлю. Помогите, пожалуйста. Смешной мордастый Пушилин вдруг предложил сделать из Донбасса силиконовую долину. Пушилин заявил о планах создания в ДНР аналога силиконовой долины. Ну да, это ж самое важное, что нужно сейчас в такой богатой республике. Хотя здесь мы не исключаем, что мешок с гуманитаркой по имени Денис просто грудь себе новую решил за казённые деньги сделать. И удобно, и красиво. И, собственно, на этом вся силиконовая долина и заканчивается. Но даже если и так, то нужно быть совсем оторванным от реальности, чтобы в их условиях позволять себе нести такое. Ну а с другой стороны, какой смысл Пушилину напрягаться? Он же за много лет у руля отлично понял, что в русском мире можно нести любую дичь. Иногда по многу раз. И тебе за это ничего не будет. В ДНР хотят запустить железнодорожное сообщение с Москвой и Санкт-Петербургом. Это, кстати, типичный пример на заявленную тему. Радость-то какая, железнодорожное сообщение с Россией тучный гауляйтер собрался запускать. И не абы какое, а высокоскоростное. Тед Вова лично из Москвы распоряжение дал. Президент России заявил, что видит перспективы строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали из Москвы до Адлера, а также Донецка и Луганска. Если там от Москвы до Адлера протащить, это уже будет 10 часов всего в пути. Безусловно, нужно будет подумать о том, чтобы подключить сюда и Луганск, и Донецк. И люди сидят у экранов, смотрят и хлопают в ладоши. Ну а мы позволим себе несколько ремарок на этот счет. Но, во-первых, то, как Путин обещает построить где-то железную дорогу, уже стало чем-то вроде анекдота. Достаточно вспомнить пафосные речи и закладку костылей на родине Шойгу в Тыве. Глава правительства забил символический костыль на месте будущей станции Кызыл-Пассажирская, от которой начинается железная дорога. С тех пор прошло более 10 лет, а поезда в Тыву как не ходили, так и не ходят. Ну а шпалы, заложенные Путиным, сейчас выглядят вот так. Вот здесь Владимир Владимирович торжественно забил стартовый золотой костыль. Его потом украли через несколько дней, этот костыль. Потом еще рельсы эти разобрали на металлолом, украли их заново, потом положили. Да если вы думаете, что бункерный дедушка обманывает только земляков Шойгу, то сразу расслабьтесь. Ведь один и тот же темник о железнодорожном сообщении с оккупированным Донбассом из Кремля спускают уже минимум 4 года. Вот вам Пушилин в 2019 году. По поручению главы ДНР Дениса Пушилина в Министерстве транспорта разрабатывают схему прямого следования с Ясиноватой до Москвы и Санкт-Петербурга. В скором времени этот вокзал станет отправной точкой огромной железнодорожной сети. В обозримом будущем мы уже увидим и, я думаю, тоже достойно отметим для нас это важное событие вот отправкой поездов как в Санкт-Петербург, в Россию, так и в Крым. А это он же в 2021-м. Руководство республик заявляет о планах запуска прямого ЖД-сообщения между ДНР и Крымом. В Крым и в Москву и в Санкт-Петербург концепция полностью проработана. Глава республики, как показывает практика, человек, который никогда не бросает слов на ветер. Ну и бинго, старая песня на новый лад теперь. Власти ДНР намерены запустить железнодорожное сообщение между Донецком и Москвой, Санкт-Петербургом и Крымом. Об этом сообщил журналистам в ходе форума «Территория смысла» в Рио главы ДНР Денис Пушилин. Инициатива, поддержанная президентом по скоростной магистрали, сразу «да» для Донецка, сказал Пушилин. И просто представьте, каким бездумным стадом эти товарищи считают народ вокруг. Ведь годами даже тексты особо не меняют. Причем касается это не только экономики или того же железнодорожного сообщения, а вот тупо всего. Вообще, если судить по тому, о чем говорят по телевизору, то проблем в Ордло не было и нет. Куда ни включи, все классно. Везде победы, неимоверное развитие. Донбасс вот-вот начнет кормить всю Россию. Потенциал у Донбасса, промышленный потенциал, огромнейший. Основной ресурс, который нам перешел по наследству, он был все-таки сформирован основной. При Советском Союзе. Уверен, сейчас в современной большой России мы тоже себе эту славу вернем. Можете большими буквами написать, но Донбасс своим потенциалом, своим географическим положением, своей русскостью духа своего, вот этот гигант мощный, спящий Витязь, он проснулся. А потерпеть-то осталось всего ничего, ведь победа не за горами. В том, что специальная военная операция закончится победой России, сомнений нет. О победе не за горами, кстати, на днях написал и топовый военкор канала «Россия» по фамилии Сладков. Вот этот пост. А победа наша не за горами. Так вот, за подобную пустую браваду ему накидали фаллических предметов за шиворот даже свои. Ведь глупо обещать победу, когда твоя армия отступает. Причем все настолько плохо, что алкогенерал Гурулев уже предлагает ядеркой по приазовью бить. По всем этим созданным группировкам, которые имеются у украинцев, я уж больше скажу, подработано сейчас 4 выстрела со 152-го орудия, и на этом, в принципе, можно там тему забыть. Спокойно немножко подождать, чтобы ветром сдуло, зайти, собрать всю технику, которая осталась, и идти дальше. Вот и все. Нормальным тактическим ядерным снаряжением. А теперь просто напомним, что уже год, как Кремль не просто признал, но и записал в Конституцию эти земли, как территорию РФ. То есть путинские чинуши настолько в отчаянии, что готовы лупить ядеркой по типу своей же стране, что, кстати, запрещено российскими доктринами. Спокойно немножко подождать, чтобы ветром сдуло. Вот и все. Нормальным тактическим ядерным снаряжением. Так на какую победу они там вообще рассчитывают? Но здесь важно понимать, что если заплеванный Сладков может на время закрыть рот, то темники в Ордло все равно не поменяются. Никуда не денутся ежедневные победы ртом. Два месяца контрнаступления Украины границы не изменили. Теперь Киеве боятся, что атаковать соберется Россия. Как никуда не денутся праздники, хороводы или ссылки, например, на судимого педофила типа Скотта Риттера, которого для Донбасса представляют как великого эксперта. Давайте начнем с Харьковской области, где у нас по мнению такого известного эксперта, аналитика военного американского, как Скотта Риттера, идет стратегический успех. Фактически он заявляет о том, что на данном этапе цели СВО, вот на севере у нас фронт, там где Харьков с Луганской, с Донецкой области граничит, там стратегически цели СВО выполняются на 100%, если не больше. В итоге миллионы людей на оккупированных территориях Украины живут не просто в розовых очках, а в некой полностью выдуманной реальности. Той самой реальности, которая начиналась с обещаний Пушилина выйти на границы Донецкой области за два дня. Денис Пушилин. До выхода сил ДНР и ЛНР на границы Донецкой и Луганской областей остались считанные дни. И где стыдно было не взять Славянск за две недели? Славянск еще не освобожден. За две недели? За две недели можно было дойти до Львова и обратно. А сейчас все это смотрится как анекдот. И можно их троллить до бесконечности, мол, как там выход на границы области? Потому как не то, чтобы через два дня, а спустя полтора года российская армия на Донбассе не наступает, а отступает. Нескучная, стороживая, благодатная, макаровка, старомайорская, урожайная. Это только те населенные пункты, которые на Веремеевском выступе отбиты. Да что там, даже Даня Бессонов уже ноет, что Веремеевский выступ фактически все. Тем не менее, они Времевский выступ уже срезали фактически, да. В районе Работина они продвинулись. Вот, в районе Клещеевки они продвинулись. А высотки, которые находятся западнее от Клещеевки, они под противник. И вот это опасно. Так какими же упоротыми нужно быть, чтобы продолжать рассказывать ура-патриотические байки по телевизору? Может, пропагандистам глазные капли выслать, чтобы карту лучше было видно? Другими словами, кого вы вообще хотите всем этим обмануть? Причем это не только мнение со стороны. Даже отдельные пропагандисты в ДНРы в шоке от местной информационной политики. Помните, например, грозного воина Гешу Дубового, который прославился не так обузданием коварных укропов, как вот этой фрау по фамилии Шишкина? Когда я приехал в Донецк, я просто шалел. То есть, каждая вторая на подиуме. Так вот, в перерывах между побоями и семейным насилием со стороны жены Геша всеми силами пытается донести землякам горькую правду. Мол, и на фронте дела на самом деле не очень. Особенно изощренным цинизмом пластмассово-фанерной армии 2023 был показ супер-пупер-системы контрбатарейной борьбы пенициллин, которая типа всех обнаруживает в радиусе 40 километров. В реале же на фронте чаще всего нет вообще никакой контрбатарейной борьбы. И по этой причине русские солдаты гибнут сотнями. Сейчас проблемы забалтываются. Наступление украинцев выдохлось. Снаряды кончились. Вот зачем мы все это говорим? У них достаточно сил, они прут. И в Донецке, не говоря уже о захваченных после 24 февраля городах, полно ждунов. Не знаю, понравится ли вам то, что я скажу, но вы должны это выслушать и не убирать потом из эфира. Но у нас до сих пор в Донецке очень много так называемых ждунов. Им было при Украине хорошо. Поэтому они ждут Украину. Они недовольны тем, что происходит. Но думаете, такой контент кому-то нужен? Ну, в смысле, чиновникам или пропагандистам? Да нет, конечно. Он им банально портит картину якобы народного счастья. Вот почему Дубового перестали приглашать на российские ток-шоу. Да и местные каналы, если и зовут на эфир, то в виде исключения. Вот в этом плане есть разочарование. При этом что-то нам подсказывает, что если Геша не перестанет топить зраду, то закончится это для него плачевно. Пускать в расход недовольных жизнью жителей Донбасса для Кремля еще с 2014 года – одна из самых любимых забав. Поэтому, чтобы быть своим в этом островке безумия, нужно жить по принципу «улыбаемся и машем». Даже если вокруг нищета и руины, а вместо экономики растут разве что рожи временно-живых гауляйтеров. Больше восьми лет они всеми силами разжигали ненависть. О чем вообще с вами говорить? Разнесем Киев ядерными ракетами. Делали все, чтобы российскую армию в Украине встречали цветами. Украинцы ждут. Они в самом деле надеются, что мы их в конечном итоге освободим. Мы обязаны быть там. Но их план не сработал. Ведь даже в городах юга и востока Украины Россия проиграла информационную войну. Фашисты! Фашисты! Вот вам суки, а не Украина! Чтобы сражаться за умы и дальше, командам гражданской обороны и антизомби нужна ваша поддержка. Вы можете помочь нам на нашем YouTube-канале, а также на Патреоне. Благодарим вас, друзья, за доверие и поддержку. Все будет Украина!